Кью-поп-артисты от других казахстанских звезд шоу-бизнеса очень сильно отличаются. К примеру, у них яркий стиль, другая музыка, а также впервые в Казахстане термин «фандом» появился именно благодаря им. Но псевдонимы «мембров групп» — это отдельная тема, ведь каждый имеет свой особый смысл. О тайне сценического имени певица Риза узнаем в следующем сюжете. Певица Риза на первом кью-поп-концерте выступила наряду со своими коллегами по музыкальному жанру. Она дебютировала не так давно и пока только выпустила один трек под названием «Алемом Емес». А сейчас девушка целиком и полностью занята подготовкой к дебютному клипу. Я выступаю под псевдонимом Риза, я свою карьеру начала совсем недавно, и мы только-только собираемся снимать первый дебютный клип, но несколько песен уже есть. Вышла пока одна. О певице известно очень мало, и мы даже не знаем, кто ее продюсер, но в развитии ей помогает творческая команда. У нас вот на днях встреча с клипмейкером, и мы должны этот вопрос решить пару недель. Вот и все. Ну, мы знаем, у кого будем снимать клип, мы знаем, где мы будем снимать клип. Не в Алма-Ате. Пока неизвестно, какой будет первая видеоработа Ризы, но кое-какие подробности она рассказала. Так как это дебютный клип, там должно быть много крупного плана, я не думаю, что там будет сюжет какой-то. Вот, он будет несюжетный. Кстати, псевдоним исполнительницы имеет свою историю, о которой многие даже не догадывались. Мой псевдоним Риза – это имя моего папы. Меня зовут Айдана, на самом деле, да, но с моей фамилией как-то, ну, короче, на сцене это все не очень звучит. И мама всегда мечтала здесь, у меня папой не стало, когда я была маленькая. Мама всегда мечтала, что если ты станешь артисткой, Айдана Риза будет хорошо звучать. И потом со временем я как-то была Айдана Риза, а потом так подумала, что сейчас модно, чтобы было коротко, и при этом много Айдан слишком, поэтому просто Риза. В своем творчестве написанием текста Риза не занимается, но в будущем она хотела бы спеть авторскую композицию. Первую песню для меня написали мои друзья, очень талантливые ребята, дуэт «Хардбит», а вторую песню я написала уже сама, и последующую уже тоже буду писать сама. Пока певица в сравнении с коллегами по музыкальному жанру менее популярна, но все в ее руках. Ведь ее карьера, которая только начинается во многом, зависит от дебютной видеоработы. Какое впечатление она произведет на зрителей, так и сложится ее дальнейшая судьба. Поэтому мы будем ждать от Ризы только качественный видеоряд. Гуляйна Аксунка, Руслан Хасанов, Хедлайнер.